Крыша над головой – одна из базовых потребностей, которая с трудностью дается казахстанцам. По словам жителей, на съем жилья у них уходит от половины до всей зарплаты. Учитывая этот фактор, приобретение собственной квартиры находится за гранью реальности. Редакция «Голос народа» решила узнать, кто из астанчан арендует квадратные метры, а кто все-таки имеет собственные. Вы снимаете жилье или у вас своя квартира? Снимаем. А вот много ли уходит на квартиру, на оплату? Ну, квартиру снимаем, получается 150 тысяч тенге, ну и коммуналка 20 тысяч тенге, в общем 170. А вот зарплата у вас? Ну, получается, вся зарплата по нулям уходишь. Только на квартиру? Да, ну у нас Каспий выручает иногда. Где-то колемиум, где-то как лишний дополнительный заработок, что-нибудь такое и все. А как считаете, реально ли у нас в Казахстане купить свое жилье вот такими ценами? Ну, при нашей зарплате у нас средняя зарплата 1080-100, это нереально просто. То, что у нас там говорят, 500 тысяч средняя зарплата, это невозможно. Это может быть где-то за рубежом, но не у нас в Казахстане. Вот так вот. А как считаете, может государству какие-то стоят программы вести? Может там кого-то поменять следует и все. Свое жилье. А вот дорого ли было, тяжело ли было купить? Дорого, все дорого. А вот как считаете, сейчас вообще в Казахстане реально свое жилье приобрести? Свое жилье приобрести очень сложно. Построить тем более. Потому что зарплата не у всех одинаковая. Кого-то больше, кого-то меньше. В основном страдает вот это. Средний возраст, где-то 40 лет. Молодым еще как-то дают, а средний возраст от 40 и выше. И у них никаких привилегий нету, что там какие-то программы. Программ нет. А у них же дети тоже. У них же больше детей, чем у них. Но тем не менее, им сидят, ждут. А что ждать? Считаю, что надо внедрять какие-то программы для этих категорий возраста. Но это же не дело же, как он, где он будет, если нет программы. На что он заработает? А дети-то растут, а комната маленькая или с родителями живут. Такие вот мои пожелания, чтобы государство немного пошевелило, чтобы и о них позаботились. Своё. Своё жилье. А вот тяжело ли было взять? Дорого ли? Конечно, это очень дорого. Даже сейчас коммунальные, вообще сейчас подняли цены. Вообще дорого очень все обходится. А как вообще удается? Удается, крутимся на несколько работах, потому что зарплата вообще нынче маленькая. Вот как можем, так и крутимся. Это очень тяжело. Всё поднимается, всё дорожает. Сама продукция дорожает, и всё дорожает. Всё прям дорожает. Если бы они хотя бы зарплату, пусть поднимут. И цены поменьше, тарифы. Сейчас все тарифы поднялись, вообще невозможно. Прямо в ЕРЦ приходят, вообще такие цены там такие, я не знаю, все такие дорогие, все большие. Прямо не знаешь, как прокручиваться, как жить и на остальные деньги. Вот так вот. А как вообще считаете, реально ли у нас в Казахстане взять квартиру? Никак. Дорого сейчас, вообще дорого. Вот у нас, например, дом сейчас какого-то года уже как бы старый. Ну, сейчас за него большие деньги не дадут. Но сейчас вообще квартиры дорого продаются, вообще дорого. Поэтому я даже не знаю, но мы не сможем даже осилить за такую сумму, большую квартиру какую-то взять. Вот уже сколько лет тут живём, уже не охота никуда выезжать и переезжать. Вообще не охота. Потому что сейчас всё дорого, всё. Не моим. А вот дорого ли цены какие у нас на жильё снимать, например? Ну, если много работать, то терпимо пока. А вот сколько даёте за квартиру и вот в соотношении со зарплатой сколько уходит вот на жильё от зарплаты? Половина. Половина на жильё уходит, да? А как вообще вот справляетесь, да, распределяете финансы? Ну, где-то подрабатываем. Ну, сейчас многодетная семья, мы получаем пособие. Ну, там мало, 59 тысяч, но вот. А как считаете, вообще реально ли свою квартиру купить в Казахстане с такими зарплатами? Копить и в ипотеку только. Мы так планируем в ипотеку. Ну, у нас ипотека. Ипотека, да? А как считаете, вообще сложно у нас взять... Да, да, очень сложно, ага, очень сложно квартиру взять, это надо, первоначальный взнос, ещё такие проценты, очень, это вообще с такой зарплатой очень трудно. В Астане хоть бы зарплату подняли, а то вот у меня такое мнение, да, сложно. Сколько вот платите много за квартиру сейчас, вот за ипотеку? Ну, 200 тысяч платим. Да, да, каждый раз растёт цены, каждый днём, кажется, не... Каждый день растёт очень трудно, особенно молодёжи. Вот, кто только семью создал, ему очень трудно. Снимаю. Снимаете, да? Сколько вот у вас уходит на жильё? 200. 200 тысяч. А зарплата вот у вас какая? Ну, вот, перебиваемся, умудряемся как-то выживать. Очень сложно, особенно молодёжи, да, действительно, очень сложно. Ну, создаёт же для молодёжи всякие программы, но почему-то никак молодёжь не может войти в эти программы. Вечно какие-то ограничения, обязательно гос... должен быть в госструктуре где-то работать. Ну, вот, выживаем вот так вот, очень сложно, очень трудно. Цены каждый день растут, очень тяжело. Как думаете, вообще реально приобрести вот свою квартиру? Ну, честно говоря, нереально. С нашими зарплатами это практически нереально. Начинаем пока. Снимаете, да? Цены вот на жильё какие у нас в Казахстане? Ну, высокие. Не можем пока ещё себе купить квартиру, поэтому трудно нам. Реально ли купить квартиру у нас в Казахстане? Ну, реально, программы есть всякие, и многодетные, всякие варианты есть. А тяжело ли, дорого ли вот платить? Сколько вот у вас уходит от зарплаты, например, на учрёвок примерно? Ну, 150 тысяч мы платим за двухкомнатную. Тяжело. Зарплата такая же. Зарплату берём и отдаём, и всё. Всё на квартиру купить? Да, да. У меня своя. Своя квартира. А вот тяжело ли было, дорого ли было купить? У меня квартира в ипотеке. На данный момент я в декрете. Тяжело в декрете оплачивать ипотеку, а так всё нормально. Главное, чтобы зарабатывать. Главное, чтобы работа была. Работа, здоровье — это две опоры. Я своё. Я снимаю. А вот сколько уходит? Много ли, дорого ли снимать квартиру? Да нет. Здесь дешевле, чем в Алма-Ате. Так что более доступное жильё в Астане. И за эти же деньги можно получить более качественное жильё. Ну и выбор, конечно, больше. А если сравнивать с зарплатой, например, сколько у вас уходит на жильё? Ну, у меня не очень много выходит. Ну, просто такая специфика зарплаты. Как считаете, вообще в Казахстане реально своё жильё большинству населения приобрести? Да, я считаю, что это реально. Что есть много возможностей, как квартиры, индивидуальные дома, разные регионы. Все развиваются. Это не только Астана. Я много езжу, и Туркестан отлично развивается. Шымкент строится. Акта-Б очень сильно строится. Возможностей много. Ну, я уже четыре года назад купила. Ну, конечно, тяжело, потому что у нас же в конце зарплата ниже, чем остальные страны. Поэтому немножко было тяжело. Я собрала деньги более десяти лет, так что это было тяжело. А как считаете, вообще реально сейчас? В данный момент подорожало, если сказать. Ну, по сравнению с Алматы, конечно, в Астане можно приобрести квартиру, а вот в Алмате это нереально купить квартиру. Это вообще дорого.